Братья и сестры, здравствуйте. В Евангелии от Луки описывается первая проповедь Господа Иисуса Христа в Назарецкой синагоге. У евреев не принято, чтобы проповедовал человек младше 30-летнего возраста, поэтому Христос молчал, ничего не говорил никому, никого ничему не учил до определенного возраста. Потом заговорил, и все сели. Говорит, откуда у него это, откуда у него эти силы, знамени, не Иосиф, а Леон Сын и прочее. Вот любопытно, что он там читал, что там обычно так, дают книгу человеку, он разворачивает ее, читает там какой-то Порошат, такой, значит, зачало, такой из Торы или Пророков, а потом, может быть, толкует это как-то или объясняет, или говорит, что он об этом думает. И вот Господь при первой своей проповеди читал такой знаменательный текст из Пророка Исаия, из главы 61. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле и радости, вместо унылого духа славная одежда». Это Христос читал про себя, потому что это пророчество о нем. Он говорит «Дух Господень на мне». И он, когда это говорил, то все они почувствовали, что сбылось ныне в очах наших то, что там написано. Это древние слова, это очень древние слова. И вот он пришел исцелить сокрушенных сердцем. То есть только Машиах, только Мессия, настоящий помазанник, Божий Сын только может сердце исцелить. Можно научиться лечить кости, плод человеческую, глаза, уши оперировать, сердце даже клапана вставлять, шунтировать. Это все люди осваивают постепенно. Но исцелить душу человеческую, утешить сердце нет. Это может только тот сердцеведец, который эту власть имеет. «Послал, говорит, меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Потом он дальше перестал читать, хотя сама это глава, 61-я, 6-1, глава Исаия. Она вообще великолепная. Например, когда израильтяне овладели своей землей впервые после двухтысячелетнего перерыва, значит, государство Израиль и сумели ирригации такой точечной, капельной освежить и оживить цветами и плодами старые такие земли, то они говорят, что мы исполнили руками своими древнее пророчество. Говорят, застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении из давних родов. Говорят, вот мы заселили пустыни вековые, зазеленела пустыня нерождающая. Мы это сделали, то есть как бы Бог нам помог, и мы это сделали. То есть такая знаменательная глава как бы о Господе, об истории. И еще здесь есть такое место интересное, такое, ну, как все в Писании, такое, рождающее целый фонтан различных ассоциаций. «Придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями». Казалось бы, это некая угроза, потому что в некоторых местах говорится, ты будешь работать, чужой твой съезд. В твоих собственных глазах будут есть виноградство и виноградник, а ты есть не будешь. Ты вспашешь землю, а засеет другой, или ты засеешь, оно заколосится, а заберет другой. Дом построишь, а жить в нем не будешь. Это наказание, это страшное наказание. А здесь тоже, говорит, придут иноземцы, это касается и нас, у нас же тоже много гастарбайтеров, астарбайтеров, китобайтеров. Значит, придут иноземцы, будут пасти стада ваши. Сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. Но это не угроза, это благословение. Почему? Потому что, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога вашего будут именовать вас. Вы будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. То есть ты будешь осваивать нечто более высокое, а кто-то придет и будет делать рядом с тобой что-то тоже полезное, нужное, но другое такое, типа виноградники будут работать, а ты будешь при этом как бы священствовать Господу Богу твоему. И лучшее из всех народов заберешь и славой их воспользуешься. Например, если я читаю Шекспира и хорошо знаю его, люблю и знаю хорошо Шекспира, то я пользуюсь славой английской нации. Понимаете? Если я, например, разбираюсь в Моцарте и хорошо знаю вообще, допустим, австрийскую школу музыки, то я пользуюсь славой австрийской нации. А если я, например, люблю Хемингуэя, например, или кого-то еще из американцев, там огромная литература, то я пользуюсь славой американской нации. Вот как раз здесь об этом говорится, что слава народов будет у вас, будете пользоваться этим. Если чужие придут к вам, но не как захватчики, а как помощники, как рабочие на полезных низших должностях, а ты будешь делать что-то такое святое, то, что Господь тебе благословит. Почитайте, подумайте, это очень интересно. Совершенно другой взгляд на иноземцев, другой взгляд на зазеленевшую пустыню. В конце концов, это первая проповедь Христа в синагоге Назарета. Это первый текст, который Господь прочел, после которого стал учить людей. 61 глава книги пророка Исаии. А вообще-то мы, возлюбленные о Господе, движемся к пещере Вифлеема. И вы должны знать и почувствовать душой своей, что Христос в Рождестве вошел в мир навсегда, соединившись с человечеством. Нужно эту силу почувствовать, этой благодать, этой благоуханию порадоваться. И мы движемся к пещере Вифлеема. Вы тоже должны туда двигаться. Давайте вместе двигаться к пещере Вифлеема, чтобы дойти до нее в рождественскую ночь и узнать Иисуса. Для этого читайте Писание каждый день понемножечку, по капельке, порционно, даже немножечко, чайная ложечка. Это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок, как говорил известный персонаж. До свидания.